Кольцо Лизы Чайкина из Сормовской, пожалуй, самый непростой участок Карасунского округа. Час пинг здесь понятие практически круглосуточное. Транспортные потоки из тех, кто пытается пробраться из Комсомольского в центр, и тех, кто запланировал закупку продуктов в местном гипермаркете, стекаются в один затор. И в этих условиях злоупотребить правилами дорожного движения не пытается разве что ленивый водитель. Маршрутчики и вовсе идут на провокацию. Мало того, что объезжают по обочине, так еще и с очевидным перегрузом. Мотивация водителя, который сверхустановленной ГОСТом нормы загружает маршрутное такси, она понятна всем. Чем больше пассажиров, тем, естественно, больше выручки. Но водителям не учитываются такие факторы, влияющие на безопасность дорожного движения, как возможность падения пассажиров при торможении, критическая нагрузка на тормозную систему транспортного средства, а также серьезная потеря маневренности транспортного средства при движении в транспортных потоках города. Уже подсчитано, каждый четвертый водитель маршрутки грешит таким нарушением, как перегруз. Вот, например, Юрий Есинеев в свой микроавтобус под 27 номером умудрился вместить 50 пассажиров. И это при том, что посадочных мест в иномарке всего 20. Больше половины пассажиров совершают весьма протяженный рейс в Комсомольский районко-оперативный рынок стоя. В случае аварийной ситуации таких пассажиров ожидает падение. Но их это не пугает. Куда страшнее опоздать на работу. Спешим, поэтому ездим стоя. И транспорт ездит не через минуту, через две, а через 15, 20 и полчаса. Спешим на работу. Все работают, работаем далеко. Живем в Комсомольском, работаем в центре. На любых условиях. Водителей мы знаем не первый день, ездим с ними уже не первый год, поэтому, ну, наверное, доверяем. Доверие не повод нарушать закон. Административные нарушения за перегруз обходятся водителям в 500 рублей. Сумма вдвое увеличилась в сентябре прошлого года. Эффективность от таких рейдов, признаются полицейские, далеко не стопроцентная. Перегруз карается законом, но все же остается на совести водителей. Причем своим нарушением они находят оправдание. Люди хотят ехать, всем хочется на работу вовремя успеть. А с этими пробками это быстро не получается. Дуги есть, ручки, крепления тут держатся, поручни. Все в автомобиле присутствует. Автоинспекторы в своих протоколах более рассудительны и вовсе не считают таких перевозчиков благодетелями. Штраф за перегруз должен быть, как и любой другой, оплачен в установленный законом срок. Продолжатся и рейды. В следующий раз совпадение числа мест и отведенных для них пассажира мест проверят в юбилейном микрорайоне. Марьяна Халатарян, Вадим Волков, Александр Воронов. Телекомпания «Краснодар». Продолжение следует... Продолжение следует...